Субтитры делал DimaTorzok На каком носу? Оно уже на дворе! Вот и летняя подборка игр для подписчиков PS+. Июнь для Sony Boy'ов выйдет жарким, независимо от погоды за окном. Metal Gear Solid V, Ground Zeroes и School of the Shogun Bonafide Edition для PS4. Call of Uaris, Gunslager и Cloudberry Kingdom для PS3. Super Exploding Zoo и Futurideon AP Deluxe для Vita и опять же для четверки. Наконец-то японская контора одаривает нас годностями. А то помнишь постоянную шляпу в прошлом году? Лучше не вспоминать даже. В стороне не остались и западные приставка-делатели. И объявили таки, чем будут развлекать себя владельцы золотой подписки. Massive Chalice и Pool Nation FX отдаются обладателям Xbox One весь месяц. Владельцы 360 получают Jazz Coast 2 в начале месяца. И Civ, если не в конце, то во второй половине точно. Недурный, ох, недурный списочек изобразила Microsoft. В интернете появился любопытный сайт, как калька, копирующий рекламную кампанию Human Revolution. Это 2K Games тизерят свой новый проект Advanced. Выдуманная контора предлагает решение всех человеческих проблем, вроде голода, болезней и толстых теток в лосинах. Тут же сайт постоянно атакуется добрыми хакерами, пытающимся раскрыть истинные мотивы корпорации. В общем, пахнет антиутопией класса киберпанк. Мы ни в коем случае не дадим дальнейшей информации пройти мимо твоих ушей. Тут же дали о себе знать авторы Bioshock Infinite. Как ты помнишь, после релиза шедеврального шутера команда разработчиков разлетелась на куски. Так вот, большая их часть собралась на Кикстартере. Кена Ливайна нет, зато и сценаристы, дизайнеры и актеры различных Bioshock. Причина сбора средств — Perception, мистический хоррор со слепой барышней в главной роли. Госпожа Кейси оказывается в не самом заброшенном доме, отчего-то постоянно являющемся ей в грезах. Игра состоится когда или если команда насобирает 150 тысяч самых зеленых банкнот. Ждем, надеемся и верим, уж больно оригинальная затея накануне. Оригинальности на этом не заканчиваются. Как насчет... Погоди, погоди. Чего? Паркура на руинах средневековых замков после наступления библейского апокалипсиса? Это точно не кота по клавиатуре пустили походить. Имя у студии подходящее — Paracall Games, контора называется. Цель Downward — игры от первого лица — заключается в поиске знаний и различных артефактов. Поделка собралась посетить ПК и Маки в 2016 году. «Это наша игра тоже!» — заявляет девушка из дебютного трейлера FIFA 16. Несложно догадаться, что в новой части футбольного симулятора будут присутствовать и женские сборные. Пока лишь на этом факте и сконцентрировала внимание ЕА. Разве что еще сразу объявила дату выхода проекта, назначив ее на 22 сентября. Мы в игре! И все. Больше информации никакой нет. Да и кому она нужна? Новая FIFA анонсирована, больше тут ничего не скажешь. Wildstar отменяет подписку. Анимационная ММО наконец станет доступна всем и каждому. А то цена на нее была что-то слишком высокая. Конечно, фри-то-плей не всегда бывает удачным. Да что там. Чаще всего донат губит ММО. Но отваривать за Wildstar тысячи и тысячи деревянных тоже не есть груд. Nexus откроет свои двери экономным исследователям уже осенью этого года. Until Dawn эксклюзивный триллер для PS4 определился с датой выхода. Проект посетит восточную чудо-консоль к концу лета этого года, а именно 25 августа. Хоррор собрался предложить игрогам нелинейности, но портфолио Supermassive Games мягко намекает на то, что шедевра ждать не стоит. Очень не стоит. Чуть раньше состоится выход F1-2015. Уже 10 июля. Как так? Возмутятся господа, ожидающие релиз игры 12 июня. Как-то так. Неуверенно ответят Codemasters. Понятное дело, что причина переноса одна. Подлатать игру, довести до идеала и все в таком духе. Так что англичане решили усиленно и не отмазываться. Перенесли и перенесли. У них вон и так в активе ранний доступ Dirt Rally имеется. Переживший на этой неделе свое первое глобальное обновление. Еще ближе к настоящему расположилось годовое издание Lords of the Fallen. Польская Dark Souls оказалась добротной, но очень короткой. А Готи хоть как-то постарается это исправить. Поскольку сама игра обвешана всеми вышедшими дополнениями экипировки и локаций. Графику подтягивать не надо, потому что она и без того шикарна. От того, что будет, к тому, что уже есть. А именно заключительная глава The Incredible Adventures of One Helsing и сиквел Мэйджика. Первая игра является триквелом и наконец-то поставит жирную точку в приключениях именитого борца с нечистью. В тени вышедшего ведьмака, конечно, ей светит внимание лишь поклонников серии. Особенно если учесть, что вторую и третью часть можно было смело склеивать воедино. А с продолжением Мэйджика все более чем понятно. Там имеется самый харизматичный не вампир Влад, а это значит играть в обязательном порядке. Вот и все на сегодня. Не забудь, что грядет выпуск Гитопа про самую стелсовую игру на свете. А прямо сейчас разворачивается конкурс торги с заманчивым лотом в виде Batman Arkham Knight. Больше новостей нет. Нашу святую миссию на сегодня считаем завершенной. Еще раз с началом лета тебя. Будь с нами, будь в курсе. Пока! Кстати, 16 лет назад, 31 мая 1999 года, состоялся релиз Worms Armageddon. Так что мы объявляем Международный день Супер Овцы и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!